Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сейчас я покажу вам рассаду еще одного сибирского детерминатного сорта, который идеально подходит для ранних посевов и выращивания в теплицах для получения раннего урожая. Почему? Потому что рассада его тоже не вытягивается, он толстый стебель имеет, зеленый мясистый лист. Вот. Листья похожи на листья Настеньки, все тот же трилистник. Вообще эти сорта очень схожи тем, что у них розовые вытянутые плоды. Вот у этого тоже плоды такой не ярко выраженной, сердцевидной, но все равно такой вытянутой, полусердцевидной формы, напоминает сердце. Такая же высота 55-70 сантиметров, если в открытом грунте в теплице будет немножко побольше, как я уже говорила, 20-30 сантиметров накидывайте, значит будет где-то 80 около метра. Сорт очень урожайный, от 9-12 килограммов на метр, но это зависит от условия выращивания. Конечно, в теплице немного плодов больше, в открытом грунте, опять зависит от условий, если условия будут не очень хорошие, то плодов будет немножко меньше. Плоды до 250 граммов, средний плод 150-200 граммов. Можно вырастить и большой, если будете посынковать. Этот сорт возможно вырастить и с посынкованием, и без посынкования. Сейчас заглянем туда и покажу вам рассаду какая. Вот смотрите, у меня этот лоток сборный, я уже говорила, что они разные здесь. Вот здесь я вам петрушу показывала, конечно он пониже, он видите как, он даже, алтайский сюрприз уже на три листа выше петруши, потому что петруша супер детерминатный сорт, штамбовый куст, а это просто детерминатный, вот он похож на Настеньку, но, сейчас я туда загляну, но такие же толстые стволы, такой же он коренастый, и по сравнению с другими сортами, которые не вот такие толстоствольные, то он очень выигрышно выглядит при выращивании ранней рассады, именно сейчас зимой, когда остальные все вытягиваются, бледнеют, истончается вот этот стволик, эти стоят как богатыри. Сейчас загляну с этого края, видите какие они, они все толстенькие, они у меня тоже загущены, потому что я вначале все выращиваю в загущенном варианте, чтобы они сильно не разрастались, чтобы листья у них не раскидывались, не жирнелись, но вообще эти сорта все хороши тем, что у них короткие листья, видите, вот трехлистник и все, он лист короткий, он держит его при себе, он компактный тоже, вот это алтайский сюрприз, если кто-то с ним не знаком, можете посмотреть, у меня там есть и подробное описание, но в принципе я сейчас вам все рассказала, высота 55-70 сантиметров, плод будет 150-200 грамм, розовый, сладкий, очень вкусный, универсальное применение, можно кушать в свежем виде, как салатовый, можно солить, варить пасту, консервировать, хоть что. Я делаю упор именно на то, что вот эти сорта, которые я в первую очередь посеяла, они все пригодны для выращивания в зимних условиях, когда нет еще естественного света, когда не можем мы условия поддержать те, которые нужны растениям, они дают прекрасную рассаду, с ними у вас не будет никаких хлопот. Вот это еще один сорт, который не вытягивается в рассаде, который не боится похолоданий, который, как я уже говорила, можно выращивать в неотапливаемых тоннелях, подходит для массового посева и выращивания рассады на продажу, или рассады для выращивания урожая для дальнейшей торговли, для тех, кто заниматься хочет профессионально, или выращиванием рассады, или выращиванием помидор на рынках торговать. Вот это идеальный вариант. Плод крупный, красивый, рассада без проблем не вытягивается. До свидания. С вами была Ольга Чернова и краткий обзор рассады сорта Алтайский сюрприз.